Итоги работы Одинцовской налоговой инспекции внушают вполне обоснованный оптимизм. Кризисные явления, если они и есть, никак не сказались на собираемости налогов. Более того, число стоящих на учете физических лиц и индивидуальных предпринимателей значительно выросло, перевалив за полмиллиона. Немного уменьшилось количество юридических лиц, но с экономикой это никак не связано. С юридическими лицами мы начали проводить определенную работу, зачищать мусорные предприятия, которые давно не работают и не ведут никакой финансово-хозяйственной деятельности в течение 12 месяцев. То есть брошенные предприятия. Поэтому здесь у нас количество предприятий юридических лиц уменьшилось. Вот было в 2014 году 17 630, стало 17 431, то есть почти на 200 предприятий уменьшилось. Но опять же хочу довести до вашего сведения, что уменьшились нерабочие предприятия, те, которые были балластом. Среди положительных моментов 2015 года Алексей Бородачев отметил открытие нового современного здания, позволяющего поднять обслуживание налогоплательщиков на новый уровень и развитие электронных сервисов. 64 тысячи физлиц зарегистрированы в личном кабинете налогоплательщика. В электронном виде отчетность предоставляют 90% фирм и почти половина индивидуальных предпринимателей. Главная же проблема сегодня – состояние задолженности по налоговым платежам. Задолженность у нас 8,2 миллиарда рублей во все уровни бюджета. То есть это большая цифра, она нас не пугает, но настораживает на какую-то дополнительную работу, она действительно проводится. Здесь надо сказать большое спасибо и администрациям, они проводят межведомственные комиссии. Вот в Одинцовском районе сам глава принимает участие в работе межведомственных комиссий, лично проводит их, выясняет, в чем сложность у налогоплательщика возникает при уплате налогов. Основные направления, работа по которым налоговыми органами района будет активизирована в 2016 году, уже определены. Это помимо взыскания недоимок, улучшения администрирования налогов и дальнейшее развитие электронных сервисов. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.